Друзья, приветствую всех, кто смотрит мое видео. Сегодня покажу вам еще один рецепт хумуса из свежепророщенного нута. Вот сейчас я насыпала такую порцию, где-то примерно 1 четвертая банки нута. Видите, внизу сухой, в пачке. Эту пачку я купила в турецком магазине. Я раньше покупала и в индийском, и в немецком. В общем, из любых магазинов нут прорастает. Заливаю водой. Вы предварительно, конечно, можете помыть его, несколько раз ополоснуть. Я это тоже сделала, но вам показываю вот такой вариант. И закрываю своей крышечкой, через которую удобно сливать воду. И через которую ваши проростки дышат. Это тоже важно. И оставляю до завтрашнего утра. В общем, где-то я оставляю свой нут на проращивание 10-12 часов. Ну, скорее всего, и восьми тоже достаточно. Друзья, вот мои ингредиенты для сегодняшнего рецепта. Хумус из пророщенного нута. Вот я сейчас лила воду. Получилась почти полная банка нута замоченного. Он еще не пророс, но уже готов к употреблению. Я его сегодня не весь использую, а только часть. Посмотрю, сколько вместится в мой маленький миксер. Сегодня я использую вот эту часть красного перца. Это просто, чтобы вам показать. Один помидорчик, вот примерно такого размера. Но это для моего миксера, потому что если у вас большой блендер, то если большая семья, тогда сами решайте, в каких количествах. Пропорции, друзья, не так важны. Если больше томата, меньше нута, это все не важно. Также соль, перец. Сегодня я возьму оливковое масло итальянское. И разные травки использую. Вот это у меня пророщенный чеснок. Ну, не пророщенный, выросший зеленый чеснок. Я его в прошлом году впихнула в землю, и он у меня вырос. Вот это называется по-болгарски здравец. Это какая-то разновидность герани. Но в Болгарии считается очень полезным. Они его везде выращивают. Даже мне там местные жители сказали, что они обязательно дарят растения, когда человек въезжает в новый дом. Вот я его использую. Я его ем, я из него чай завариваю. И так в блендере зелень. Один листик мяты. Шалфей у меня есть. Вот шалфей. Два листика. Использую. Вот тоже какой-то орегано. Не знаю, что это такое. Это уже растет у нас во внутреннем дворике. У меня, друзья, нет своего сада. Я живу в квартире. Но у нас есть тут внутренний дворик. Знаете, такой формат здания, типа колодец. Вот внутри там можно кое-какие горшки с растениями посадить, там поставить. Ну и маленький участок есть земли, где можно посадить эти травки. Вот еще какие-то тоже. Ну, в общем, я не знаю. Они ароматные и, честно, не знаю даже, как называется, но я их ем. В общем, я тоже вот лавровый лист. У меня в горшке растет два листика свежих, зеленых использую. И розмарин. Вот. Сейчас я это все... Сначала я кладу вниз помидор. Покажу вам маленький миксер. Он вообще, ну, как бы на одного человека. Вот видите, какой он. Тарелочку уберу. Вот такой он, небольшой. Поэтому сколько месяца сегодня, столько я и приготовлю. Сначала вам нужно помидор туда положить. Я его порежу сейчас на маленькие кусочки и положу вниз. Затем хумус и в конце травку. А может быть, наоборот. Сначала травку, потом хумус. И маслом залью, и водой. В общем, чтобы... Сейчас я все заложу и вам покажу еще раз. Вот что у меня получилось, друзья. Нута. Где-то половину я использовала. Видите, половина осталась. Вот так я заложила. Сначала помидоры, потом травки и сверху нут. Сейчас я все это перемешаю в блендере и покажу вам результат. Может быть, придется немножко добавить нута. Нут в блендер не добавила. Все у меня получился полный этот стакан миксеровый. Это на одного человека, на меня. И вот теперь такая вот получилась у меня намазка. Буду кушать сейчас с хлебом. Друзья, вы можете экспериментировать и добавлять к пророщенному нуту что угодно. Помидоры там. Попробуйте с морковкой, если вы любите. Я со свеклой вот в прошлый раз вам показала. Этот очень получился вкусный. Я сейчас попробовала. Вот я еще немножко добавила. Одну ложечку, буквально маленькую, чайную. Это у меня размолотая крапива. Я ее просушила. В этом году свежую майскую крапиву. И размолола в кофемолке. Вот такой у меня получился порошочек, биодобавка. Я ее добавляю к салатам. И вот к таким рецептам, как сегодня. Ну вот, друзья, надеюсь, у вас все получится и понравится вкус. Соль, перец, масло добавляйте по вкусу, как вам нравится. Желаю вам приятного аппетита. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok